В начале октября во всем мире отмечается Всемирный день психического здоровья. О том, как диагностировать у себя первые признаки психических расстройств и как общаться с теми, кто уже расшатал свои нервы, мы сегодня поговорим с врачом-психотерапевтом, главным врачом Центра медицинской профилактики Еленой Ворончук. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Полина! Елена, правда, что буквально каждый третий подвержен психическим расстройствам? Действительно, распространенность психических заболеваний очень велика. 40% хронических заболеваний приходится именно на долю психических болезней. Психические заболевания выходят вообще в пятерку лидеров по причинам смертности. А с чем это связано? Очень много в нашей жизни появляется стрессов. Уровень жизни настолько ускоряется и настолько научно-технический прогресс быстро развивается, что к человеку предъявляются действительно очень такие серьезные требования. Ну, например, если кто-то искал недавно работу, то он может видеть, что один язык, если ты знаешь, это уже ничего практически не значит. Нужно владеть тремя языками, нужно владеть максимальным большим количеством разных компьютерных программ. Не просто пользователь, там, уверенный пользователь. Этого недостаточно. И поэтому каждый человек встречается со стрессом практически ежедневно. Вот мне интересно, а депрессия, она действительно классифицируется полноценно, да, как заболевание? Конечно. Это тоже относится к психическим заболеваниям. И вот именно депрессия выходит на первое место среди всех болезней. О депрессии стоит подумать, если снижен фон настроения, если не хочется что-либо делать. Причем длится такое состояние в течение двух недель. Как здоровому человеку общаться с тем, кто все-таки страдает, да, каким-либо психическим заболеванием? И есть определенные признаки, которые скажут о том, что человек нездоров и пора к психиатру. Ну, например, если ваших знакомых или родственников периодически похищают инопланетяне. Например, следят ФСБ. Если человек, например, ваш знакомый отказывается от еды длительное время, ходит угрюмый, не выходит из комнаты, то это невозможно не заметить. И, конечно, надо убедить его показаться именно психиатру. Может встретить и агрессию ваше такое предложение, но, может быть, тогда от него просто вам держаться подальше. Как можно человеку бороться с психическими заболеваниями? Как защитить себя? Мы не можем всегда справиться сами, но мы должны себя хотя бы защитить. И вести себя с агрессивным человеком очень часто помогает, если вы просто с ним согласитесь. Я понимаю, почему вы так раздражены. И я понимаю, ну, может быть, в это время стоит нажать кнопку для вызова охраны, чтобы себя действительно защитить. Ну, вот на некоторых станциях скорой помощи учат, например, приемом самообороны. Вот такой вариант нашли. Потому что, действительно, мало того, что человек сам по себе, по характеру может быть какой-то психопатичный, но, может быть, он еще в силу болезни агрессивные, ну, а может быть, просто он дурно воспитан и поэтому так себя ведет. Ну, а нам надо защитить себя. Мы должны понимать, что стрессы в нашей жизни есть, будут и они должны быть. Потому что, в принципе, стресс несет положительные такие моменты. Это двигатель эволюции. Потому что, когда происходит в жизни какое-то событие, то очень часто это именно является таким толчком к дальнейшему жизненному развитию. И поэтому стресс, в принципе, полезен, и его надо расценивать как нормальное явление в жизни, как радость, как удовольствие. Точно такая же часть жизни и стресс, потому что не бывает все только сладкое. Должно быть немножко и соленого, и горького, и разное должно быть, разные вкусы. И поэтому очень важно научиться со стрессом справляться. То есть сформировать у себя стрессоустойчивость. И смотреть на любую ситуацию не как абсолютно критическую, катастрофическую, а смотреть на нее с разных сторон и везде найти эти плюсы. То есть какая бы ни была ситуация, в ней есть все в мире относительно. Но вот как три волоса на голове – это мало, а три волоса в тарелке – это уже много. Есть ли вообще какая-то психическая норма? Вот что это за понятие, да, и что оно значит? Всемирная организация здравоохранения под психической нормой понимает, что человек реагирует адекватно на раздражители. Человек может планировать свою жизнь, то есть строит какие-то планы и живет в соответствии с этим. Человек может изменять что-то в своей жизни и отвечать за свои поступки. Полностью нормальными считается, что в нашем обществе около 30% населения. Только они могут похвастаться полным набором именно нормальных таких качеств. Остальная часть, они идут с какими-то изменениями, может быть, характера, изменения, может быть, уже более какие-то глубокие. Но, с другой стороны, психиатры смотрят на такое понятие психической нормы, как на условное понятие. Потому что кто более нормальный? Пушкин, который считался эртаманом, и его в некоторые заведения боялись пускать, потому что он был хулиганом таким. Или Леонардо да Винчи, который страдал аутизмом. Или Лермонтов, который шизоидный психопат вообще считался. Или обычные люди, которые обладают абсолютно нормальными качествами по норме. Ну и ваши пожелания, артемовцы. А вам, дорогие артемовцы, можно пожелать, чтобы вы научились справляться со стрессами, научились иногда смеяться над собой и видеть все положительное в любой ситуации, которая с вами бы не происходила. А также добавить в свою жизнь ярких красок, может быть, перекрасить стены своего интерьера, может быть, сменить гардероб на более яркий. И быть устойчивым ко всем стрессам.